всем привет дорогие мои с вами конного аня и новинки very berry 5 период то вот такие вот туши значит тушь есть черный 56 13 артикул да вот есть малиновый 56 29 но я бы сказала что она светло-розовое но сейчас мы с вами это все посмотрим и черничный артикул 56 58 в каталоге они представлены чуточку темнее чем они есть значит смотрим вот эта тушь черная до very berry она с артикулом так получается с артикулом 56 13 данная тушь создана точно такая же дату смотрите флакончик такой с блёсточками симпатичный значит она создана по мотивам той туши как-то она называлась rot and roll red and roll выше в общем что за такое вот в оранжевой упаковочке и когда это тушь ушла с продаж то многие ругались что вот тушь забрали очень хорошая тушь вот значит вот она это тушь вот самая тушь это я знаю из уст девушек которые нам проводили конференцию онлайн 1 онлайн форум от компании фаберлик то есть тушь такая черненькая хорошенькая сразу забегу вперед я буду делать второй обзор по тому как она ложится как она наносится но завтра ко мне уже вот придут девчонки и так как мне самой на камеру неудобно это показывать я вам буду показывать и сверху и сбоку и снизу поэтому на момент съемки данного видео я вам покажу просто и и вот таким образом насколько я помню оранжевая тушь мне нравилась очень нравилась и очень я ее любила эту оранжевую тушь вот она идет без всяких ухаживающих компонентов вот но тут идет немного изогнутая форма кисточки которая позволяет захватывать каждую ресничку обеспечивая эффект удлинение и тщательного разделения вот в это это в ней было всегда и я очень рада что такая тушь вернулась потому что молодым девчонкам да то есть это молодежная линейка очень сложно действительно подобрать тушь чтобы ею краситься вот представляет эту линейку лина димбикова это звездный стилист поэтому вот я думаю что очень даже хорошая такая новиночка но и не новиночка до 2 в 1 у нас с вами получается так отложу ее в сторону значит далее вот такая вот тушь идет значит она идет с артикулом 5629 да то есть в каталоге она немножко как вы видите ярче на самом деле она немножечко светлее и на камеру оттенок очень хорошо передается прям тон в тон прям идеально вот камере можно верить в этот раз да то есть смотрим вот она такая данная тушь и оттенок у нее светлее чем в каталоге намного то есть тоже завтра будем наносить на девчонок на то есть а сейчас просто вот сравните этот уж поярче это все-таки более нежная более светлое имение такая яркая на самом деле получилось далее идет тон черничный тон черничный артикул 56 58 она практически совпадает цветом как вы видите вот прям она мне кажется более синяя менее фиолетовая чем на видео чем вот тут в каталоге но все равно очень близко очень близко на то есть если вот так взять можно и сюда немножечко люкнуть да давайте вот так вот каталог не жалко да то есть она более такая синяя менее фиолетовая поэтому вот этот оттенок мне очень понравился значит это у нас артикул артикул 56 58 да то есть могут есть маленькие отличия от каталога но я их вам в принципе с удовольствием вот показала да то есть вот они такие карандашики и тени до тени в трех оттеночках я их все заказала я очень люблю такие вот двушечки с собой в косметичку кидать а потому что под разные платья нужны разные образы а они очень хорошо компактно в косметичке смотрятся да то есть у меня в косметичке как раз есть все кисточки под нанесение теней и так далее оттеночек это у нас идет черничная радость артикул 56 61 давайте с вами посмотрим то есть вот такая вот у нас радость идет ну практически этот оттенок более фиолетовый чем она тут у меня да то есть и тут можно их наносить сухим способом чтобы получить дневной макияж или влажным способом для насыщенного нет металлизированного финиша и вот этот цвет он как будто знаете еще хамелеон что вот я получила в итоге я наносила сухим способом мне показалось что это хамелеон он позволяет выполнить эффектный градиент ну что ж давайте смотреть светлый светлый мне очень такой понравился он классный пигментированный но он как вы видите просвечивает и дает вот такой вот блеск приятный да можно конечно его потолще наносить потоньше наносить но факт в том что это не плотное такое нанесение она идет такое как вы видите полу просвечивающие да далее вот этот вот фиолетовый оттеночек или как он нет черничная радость да то есть как увидите он слегка крошится но я сильно конечно надавила на пальчик на то есть вот он такой и когда его начала наносить на руку смотрите у него есть какой-то коричневый подтон очень интересно потому что блески блески вот так вот ложатся что такой вот интересный подтончик и и он очень хорошо тушуется да он хорошо такой пигментированный получается мне понравился этот и другой пока сухим способом вам показываю далее следующий оттеночек у нас идет ежевичный восторг вот они такие вот до оттеночки ну вживую очень очень хорошо передан цвет мне это очень понравилось ну и давайте с вами вот так же посмотрим его так что-то я тут нацепляла на то есть вот он такой и давайте с вами вот тут его то есть тоже очень очень такой хороший цвет мне понравился он идет тоже какой-то как будто немножко хамелеон как вы видите и вот этот вот оттеночек давайте его рядышком на то есть они друг между другом очень хорошо сочетаются так вот он идет с таким отливом очень приятным и между собой эти оттенки очень хорошо будут тушеваться и дружить вот смотрите я сейчас делаю вам пальцем переход просто великолепно на вот пальцем делаю переход и очень отлично смотрится тени нормальная мне кажется достойные такие по качеству следующий это ягодное удовольствие тоже вэри были бэри колор артикул 5660 до переданы цвета прям идеальнейшие то есть но тут как бы в каталоге не видно что они поблескивают на вот далее значит давайте с вами смотреть так вот так и вот так давайте куда-нибудь вот сюда наверно все такой вот оттеночек приятный в принципе и тушаются они между собой просто наивеликолепнейший как вы видите мне вот это очень нравится что они прям не капризничают друг с другом очень хорошо сочетаются да можно сделать отличнейший такой переходик ровный приятный не мешающий да вот такие вот тени достойный вариант для того чтобы взять с собой или чтобы они валялись косметички различные такие оттеночки очень даже приятные далее мы с вами поговорим о гелевых карандашиках карандашики меня немножко подразочаровали скажу вам правду так давайте во первых по цветам пройдемся да то есть вот тут они указаны какой у них цвет какой у них оттенок значит гелевый карандаш идет малиновый артикул 5409 то есть вот он так выкручивается и вот он на самом деле какой есть то есть цветопередача прям идеальная да как вы видите цвет совпадает тон в тон давайте с вами вот тут вот ну то есть вот таким образом он наносится он идет с такими как вам сказать блёсточками если его выдвинуть посильнее то есть такие вот тут блёсточки есть составе и какие у меня к нему нарекания да то есть он мягкий он гелевый и я его нанесла пошла и у меня он отпечатался с практически сразу на верхнем веке отпечатался не сильно совсем чуть-чуть то есть его бы лучше каким-то тенями сверху все-таки припудрить до при что-то вот такое сделать да то есть 5409 в принципе все карандаши ну я их вам покажу в действии достойные но не до конца да то есть вот немножечко все-таки есть нарекания далее тон черничный давайте посмотрим вот так вот он каталоге смотрится да то есть тут более фиолетовые в каталоге дан но на самом деле он более такой приглушенный оттеночек и вот он таким вот образом наносится ну то есть в один слой 2 вот сейчас вам в 3 попробую также эти карандаши очень хорошо тушуются да и они действительно цвет очень красивый очень такой приятный очень такой суперский вот в этом плане конечно да очень красивые и следующий оттеночек обычный черный вот это идет черный 50 4 0 6 артикул давайте попробуем вот его я обвела вокруг глаза и он у меня на нижнем веке есть складочка до немножечко у основания глаза он конечно туда забился а то есть вот в один слой такой светло-серый да получается темно-серый и вот в три слоя какой симпатичный да получается оттеночек карандаш не очень быстро расходуется что тоже в принципе очень удобно ну посмотрим как они еще сработают на глазках девчонок я их тестировала эти карандашики как вам даже сказать тестировала их без базы без базы под макияж с помады с вами пойдут я их уже распаковала как вы видите оставила только одну для того чтобы вы поняли как она вообще запаковано было значит это у нас помада идет тут рекламируется что два разных оттенка можно наносить на губы сейчас это тренд и такая вот губная помада она идет кремовая текстура с глянцевым финишем обеспечивает ровное покрытие да покрытие действительно очень ровный а специальный увлажняющий комплекс дарит комфорт действительно на губках она смотрится классно великолепно так это я вот вот так вот она открывается таким вот образом запаковано значит артикул 40 604 это я взяла вишню на вот такой вот вишневый оттеночек давайте с вами смотреть так а 40 604 вот ягодная фантазия вот это вот ягодная фантазия очень мне близко вообще к ко мне так давай фокусируйся так хорошо очень переносится оттенок насколько я вижу просто отлично нет немножечко он идет более такой розовый вот этот оттенок мой и мне он очень даже приятен смотрите как блестит как классно все это дело передается но на губках тоже классно ложится она не водостойка ничего да то есть с оттенком в каталоге совпадает прям идеально я бы так сказала идеально прямо вот давайте с вами так вот черкнем прям здорово очень хорошо передается оттеночек понравилось очень по нанесению поносила я ее вчера но нормальная такая хорошая обычная помада она действительно увлажняет действительно на губах очень хорошо лежит вот помада очень удачный такой вариант значит далее следующая помада у нас с вами пойдет артикул 406 406 0 3 вот она у меня называется вишня сейчас я ее открою ей видите я вчера ей уже побаловалась вот такая вот вишенка идет это в один слой очень яркий аромат какой-то ежевики у ягод каких-то то есть очень сильный такой аромат знаете вот открываешь помадку и сразу чувствуется вот этот вот ароматик прям ярко такой выраженный вкусный вкусный очень и стенок на то есть вот она такая если в несколько слоев вы ее нанесете то она у вас будет такой же темненькой как на в каталоге то есть вот так вот видите практически совпадает то есть она идет такая и ей можно наносить его в двух случаях чем я сейчас говорю все помадки по 2 грамма в двух случаях да то есть в один слой вы нанесете вас будет более натуральный макияж а вечером три слоя и у вас будет уже такой насыщенный классный да то есть очень удобно когда помада идет полупросвечивающая далее артикул 406 00 а вот он такой это малинка малинка так очень яркая давайте с вами выкрутим посмотрим да очень такая яркая помада вот она так выглядит на как вы видите вот кстати то что я нанесла на руку очень хорошо передается да а сам стержень помады он немножко ярче в камере чем он есть на самом деле если честно вот такой вот оттеночек очень приятный давайте посмотрим малинку то есть немножечко отличие как вы видите есть хотя немножко но все-таки есть вот тут осторожно да не попадитесь далее расскажу вам про оттенок 406 02 это клубника значит клубника клубничка вот она такая в каталоге давайте с вами сразу черкнем очень хорошо совпадает оттенок как вы видите ну и давайте в живую в живую возьмем ну то есть помадка мягкая очень классная вот такая вот вот такая вот клубничка очень красивая помада с ухаживающими компонентами это конечно радует далее следующий оттенок 40 406 0 1 это вот арбуз давайте будем брать арбуз арбуз очень такой я бы сказала яркий да как вы видите он и в живую такой же вот такой вот арбуз ну практически смотрите практически совпадает это здорово да даже не практически я прям сто процентов совпадает видите как классно если малинкой немножко не то пошло да немножко в бок то и вишня и все остальное совпадает клубника хорошо вишня хорошо арбуз отлично и ягодная фантазия тоже отлично совпадает так давайте смотреть что у нас тут очень классно наносится она на губах очень яркая такая такое ощущение что она какая-то иллюмицентная даже да потому что она очень такая насыщенная яркая помада на как вы видите вот то есть вот эти допустим два оттенка вот этот допустим и вот этот они будут хорошо вместе сосчитаться одна губа таким цветом другат другим цветом да то есть очень даже здорово еще вот такие вот помады очень мне понравились помады ягодные оттенки блеска для губ и тут идет в составе масло семян малины которые глубоко питает увлажняет нежную кожу губ значит у нас с вами идет пять оттенков на у меня их всего лишь четыре давайте будем смотреть какого не хватает значит первый артикул у нас идет сорок триста девяносто девять вот он клубничный сорок триста девяносто девять давайте вот тут вот я пошлепаю его то есть вот так вот ну да практически совпадает как вы видите вот она такая блеск не липнет и очень очень яркий но вот таким вот образом ложится как вы видите здорово мне кажется очень такой хороший насыщенный тоже у него есть аромат вот этих вот ягодок всего здорово прям далее артикул сорок триста девяносто восемь это малиновый оттеночек давайте пробовать ему вчера все это красили этот оттенок очень подошел моей маме очень красивый но я его ей пока не отдала давайте вот так вот да видите как он наносится прям такой жирненький да это я много выдавила и можно действительно сделать полупросвечивающие губки такие да красивая можно вот такой вот слой толстенький нанести очень такие приятные оттеночки далее я следующий оттенок это сорок четыреста тридцать восемь это ежевичный такой вот темненький давайте пробовать как он у нас но тут конечно огромное отличие от каталога смотрите да то есть вот как каталоге и как он жизни жизни он идет потемнее вообще да с таким ежевичным уже идет под тоном вот он в каталоге он чуть более такой розовый насыщенный да то есть тут он такой более холодный оттеночек получается и далее значит 40 437 персиковый вот абрикосовый мне не удалось заказать по моему его не было в наличии то есть вот вот так вот но практически совпадает это здорово вот прям единственное что тут во всех помадах меньше во всех блесках меньше передан может быть блеск что губы намного больше блестят намного прям сильнее блеск идет но цвета переданы практически все идеально да вы смотрите прям такое чувство что он какой-то такой люмицентные аж да то есть такой яркий такой прям не могу прямо его описать и он кстати розовее чем на камере немножко немножко розовее вот то есть такой вот хорошенький далее вот такие вот два тональных крема два оттенка идет естественный бежевый и светло-бежевый это идет текстура трансформер и при распределении по коже создается ощущение интенсивного увлажнения как будто от прикосновения воды да это действительно так он как будто в какую-то воду превращается очень такое нереальное ощущение я его раньше не испытывала было прикольно я бы так сказала бы действительно прикольно вот значит покрытие становится бархатистым без ощущения жирности ну давайте смотреть на тональный крем значит для лица 30 миллилитров 6414 6414 давайте с вами вот так вот его нанесем я вам покажу на то есть вот он такой вот он так на руке он не желтит нисколько вот это мне очень нравится нисколько вообще ни капли не желтит да и он как вода я не могу это писать но он действительно как вода тут как вы видите тут такие светоотражающие частицы очень интересные наносится он хорошо в поры не забивается мои поры все отлично лег здорово прям и далее 6312 это светлый беж то есть вот так вот вам покажу они практически одинаковые 6414 может быть чуть-чуть потемнее и 6312 это светлый беж давайте смотреть что там такой не желтит нисколько значит смотрим разносится очень интересно прям знаете такое ощущение что прямо как будто вы воду втираете да то есть тут вот я оставила место ненанесенным специально чтобы вы видели как она покрывается могу сказать что достойный тональный крем будет освежать и действительно он будет работать хорошо вам понравится на то есть вот видите натуральная ручка вот тут тут посерединке и вот эти вот два тональных крема конечно разница большая прям маскирует все мгновенно никаких нареканий нет кремом вот такая вот классная штучка ну что ж с вери-бери мы с вами закончили дорогие мои видео получилось длинным надеюсь полезным да длинным надеюсь полезным и конечно же с вами была клонова аня проект выберлик онлайн подписывайтесь на канал ставьте лайк если это видео было вам полезным ну и конечно у нас еще с вами вот есть несколько новинок которых бы я тоже хотела поподробнее рассказать